Здравствуйте, давно не виделись. Знаете в чем дело? Летом ты вот когда ощущаешь всю эту жару на себе, когда ты понимаешь, что вот солнце настолько сильно светит, настолько греет нашу планету, что тебе не хочется ничем заниматься. Просто хочется включить вентилятор, лично кровать и просто ничем не заниматься. Однако, я же поставил себе некий челлендж и уже как бы почти его выполнил, потому что у меня на канале выложено больше 900 видеороликов и как бы вы сами должны понимать, что останавливаться на вот этом вот всем достигнутом я не особо хочу. Поэтому, ну вы сами должны понимать, что ролики они как бы выходят каждый день в 20.00, а иногда они могут выйти немного попозже, иногда они в какой-то определенный день могут вообще не выйти и все будет не особо хорошо. Но я думаю, что особо сильно запариваться над всем этим не надо, потому что у меня 900 видеороликов и вы можете их как бы смотреть каждый день, возможно пересматривать, возможно делать все прочие вещи. А сегодня у меня ролик по Black Rush и скорее всего их выйдет даже два, если у меня все получится, если у меня все выйдет, если все будет замечательно. Поэтому давайте перейдем к самой новости, которая была вот в данном видеоролике. Один из разработчиков Black Rush, Егор Шаров или Шаров, сделал себе тату в виде логотипа проекта. Как вам? Вообще, вы знаете, если я вот скоро наверное сделаю такой эксперимент, который я уже делал с Arizona RP, там когда я разрабатывал новый логотип. И я считаю, что логотип Black Rush, он слишком какой-то такой, знаете, громоздкий, слишком навороченный, слишком, ну какой-то вот лично мне логотип Black Rush, который есть сейчас, он не нравится. Вот этот вот весь медведь, вот это вот все. То есть сейчас логотипы, они должны быть максимально простые, максимально такие, знаете, ну какие-то емкие, какие-то такие минималистичные, а не вот это вот все. То есть это прям максимальное нагромождение, я считаю, что нужно уже давно заплатить за какой-то редизайн логотипа, чтобы сделали все намного, ну так знаете, попроще что ли. Потому что логотип, который есть сейчас, он просто, ну я не знаю, вообще на печатную какую-нибудь продукцию, на все прочие вещи. Даже на мобильное приложение оно все смотрится очень громоздко. Вот эти вот все, знаете ли, там обводки этого всего медведя, вот это вот все прочее. То есть, ну это же все, ну оно ж не смотрится абсолютно. То есть посмотрите на то, как выглядит мобильное приложение BlackRush. И вот этот вот весь значок, вот это вот все, то есть этот медведь, ну это такое себе. То есть посмотрите, я даже, наверное, скриншот сделаю, если мне будет не лень, вот прям сейчас я его делаю. Вообще того, как, вот посмотрите, как выглядит приложение рядом, допустим, те же шахматы, тот же дурак, тоже там вот это вот буллет, эко, который у меня там рядом. И как выглядит приложение BlackRush. То есть, ну такое себе. И это все из-за того, что логотип плохой. То есть, логотип нужно перерабатывать, чтобы он не был вот такой, знаете, нарядной елкой. Чтобы все было намного легче, намного проще и так далее. И мне кажется, что этот логотип скоро чуваки из BlackRush дойдут до того, что логотип должен быть попроще. Чтобы он запоминался и чтобы его нельзя было перепутать ни с чем. Чтобы ты вот только смотрел на логотип таким, знаете, одним глазком. И уже понимал, что к чему, для чего и зачем все это надо. А сейчас ты смотришь на весь этот логотип и не понимаешь, типа, ну медведь, ну типа, это что, редизайн партии Единой России, что ли, или вроде того. То есть, для чего все это надо? То есть, я не понимаю. Нужно все как-то это переработать. Возможно, оставить медведя, но сделать его каким-то, ну, менее сложным в этом плане. То есть, упростить максимально логотип. А так, чел, который набил, ну, красава. То есть, понимать, что это на всю жизнь, хотя, возможно, он это сделал из-за того, что ему, там, я не знаю, лет 18, может, 20. И еще не особо он думает обо всем этом. И тем более, это где-то там на ноге. То есть, или это рука, это, по-моему, это нога. Задняя часть ноги в целом, ну, наверное, выглядит неплохо. Но сам факт в том, что логотип скоро, я думаю, Black Rush. И все руководители дойдут до того, что логотип должен быть запоминающимся. И таким, знаете, минималистичным. Поэтому я вот в скором времени, наверное, сделаю видеоролик, в котором переработаю логотип Black Rush. То есть, как я сделал с Arizona RP. Чтобы было все наиболее запоминающееся. То есть, даже в сравнении с тем логотипом, который сейчас есть у Arizona RP. То есть, он более запоминающийся. И более такой, знаете, какой-то формирующий образ проекта, чем то, что есть сейчас у Black Rush. Однако, чел, который набил татуировку красава, это такой, знаете, ну, ответственный поступок. И я думаю, что он о нем, я надеюсь, по крайней мере, что он о нем в будущем не пожалеет. Однако, ладно, это был я, ZDC. Это был ролик, посвященный Black Rush и татушке чувака, который вот это вот все сделал. Поэтому, если что, то я играю на серваке Indigo. Ссылка на скачивание лаунчера находится в описании. Там же мой никнейм Данила КПРФ. Там же мой промокод хэштег ZDC. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok